Способность к самовоспроизведению, то есть воспроизводить себе подобных, одно из главных свойств живых организмов. Размножение обеспечивается способностью молекулы ДНК к самоудвоению, что позволяет дублировать генетическую информацию. Все разнообразие процессов размножения в конечном итоге сводится к двум формам – бесполому и половому. Половое размножение представляет собой слияние двух специализированных половых клеток, в результате чего образуется одна клетка, из которой развивается новый организм. При бесполом размножении слияние клеток не происходит, и организм развивается из одной клетки или группы клеток материнского организма. Поскольку существование организмов связано с окружающей средой, то процессы самовоспроизведения являются отражением самосовершенствования и самообновления организмов как динамических систем. Существование разных способов самовоспроизведения живых организмов обеспечивает сохранение биологического разнообразия биосферы, что является необходимым условием ее устойчивости. Доядерные организмы размножаются только бесполым путем. У одноклеточных ядерных организмов встречается несколько способов бесполого размножения, в основе которого преимущественно лежит простое деление клетки или метоз. Многим видам растений, всем видам грибов и простейшим, свойственно образование при неблагоприятных условиях специализированных клеток – спор. При благоприятных условиях споры дают начало новому организму. Многоклеточные организмы чаще используют вегетативное размножение – почкование при помощи клубней, корневищ и т.д., при котором организм развивается из группы клеток материнского организма. В результате бесполого размножения образуются организмы, полностью идентичные материнскому. Половое размножение является более прогрессивным, поскольку образующееся потомство обладает новым сочетанием признаков по сравнению с родительскими особями, а следовательно получает больше шансов на выживание при часто меняющихся условиях. Предшественникам полового процесса считают процесс конъюгации бактерий, в ходе которого две клетки соединяются и происходит частичный обмен между участками ДНК. В результате образуются две клетки с новым сочетанием генов. Этот процесс эволюционно был усовершенствован. Позднее появляются специализированные половые клетки – гометы. В процессе слияния половых клеток оплодотворения образуется клетка зигота, из которой развивается организм, сочетающий гены обоих родителей. Половые клетки образуются в результате специального деления клетки, получившего название меоз. В процессе меоза происходит кратное уменьшение числа хромосом. В результате в каждой гомете остается гаплоидный одинарный набор хромосом. Этот процесс необходим для обеспечения постоянства количества ДНК, так как при оплодотворении нормальное количество хромосом диплоидный набор восстанавливается. При этом дочерние гомологичные хромосомы будут сочетать по одной родительской хромосоме. Новая комбинация генов обеспечивает новое сочетание признаков, что является существенным фактором эволюции. Механизм меоза представляет собой следующие друг за другом два простых деления клетки. При этом перед началом второго деления удвоение хромосом не происходит. Стадии меоза идентичны методическому делению. Важным событием профазы 1, первого деления, является сближение гомологичных хромосом, конъюгация. В результате перекреста хромосом они могут обмениваться участками, кроссинговер. Такая перетасовка служит дополнительным механизмом наследственной изменчивости организмов. По окончании тела фазы 1 образуются две клетки с диплоидным набором хромосом. Поскольку во втором делении хромосома состоит из двух хроматит, то в метафазе 2 к полюсам расходятся отдельные хроматиды гомологичных хромосом. В результате из каждой исходной клетки образуются 4 клетки с гоплоидным набором хромосом. Некоторые организмы сочетают половое и бесполое размножение в течение жизни. Чаще всего это связано с условиями, в которых существует организм. При относительно стабильных условиях организмы размножаются интенсивно бесполым путем. При наступлении неблагоприятных условий они переходят к половому размножению. Такой тип чередования способов размножения характерен для некоторых простейших, например, инфузории, а также для некоторых многоклеточных организмов, например, гидра. У некоторых видов такое чередование размножений носит циклический характер. Жизненный цикл таких организмов проходит через чередование ряда поколений. Примером может служить жизненный цикл с цифомедуз, у которых имеется чередование фасполипов и медуз.